Добрый день, это 390-й анбоксинг, нолик на конце, а значит должен быть кубоид. Я обещал, каждый 10-й анбоксинг это про кубоиды, кроме юбилейных. Анбоксинг номер 4 все будет не про кубоид. Ну а дальше опять будут кубоиды каждый 10-й. Что тут у нас? Что-то интересное. Не новое, но у меня такого не было, приехал совсем недавно. Это кубоид 3х3х5 фишер или 3х3х5 фишер кубоид. На коробке никаких идентификаций, кроме вот этого от руки написанного номера нет. Вероятно это номер товара. Коробочка сама вроде стандартная. Calvin Puzzles. Все такое. Наклеечка видимо. Не знаю этот номер меняется или нет. Не хочу искать остальные коробки этого же производителя, но какой-то он тут есть. Сможешь ли ты собрать? Да, смогу. Уже собрал. Ну и есть QR-код. Наверное ведет на сайт. Извлекаем. Такой прозрачный пластиковый бокс. В нем можно будет и хранить. Что же это такое? Это 3х3х5 в стиле фишера. Напомню, фишер куб выглядит вот так. Это шейпмот кубика 3х3, у которого углы и ребра поменяли местами. Вот это углы находятся на ребрах кубика, а это ребра находятся на углах кубика. И у фишера куба есть одна особенность. Это наличие псевдопаритета. Ну и при перемешивании он меняет форму. Если мы сделаем нехитрый какой-то OLL, мы получим ситуацию, когда на верхнем слое 3 ребра ориентированы правильно, а одно нет. И как бы мы не собирали крест на верхней грани стандартными способами из кубика робика 3х3, то здесь это не получится. Происходит это из асимметричных элементов, ну в данном случае ребер, ориентация которых не видна. Если это ребро развернуть, то все починится. Ну и понятно, что фишер кубует подобную особенность перенял. Я сначала подумал, что этот кубует вообще не отличается от обычного кубойда 3х3х5, к примеру, от фирмы кубфаю. Кстати, это тот кубоид, с которого стоит начинать изучение многослойных. То есть я не считаю 3х3х2, 2х2х3 и 3х3х4 многослойными кубоидами. Они все малыши собираются по-своему. А вот именно 3х3х5 и выше нужно начинать вот с этого. На нем все нужные алгоритмы и ситуации можно изучить и дальше уже собирать, применяя эти знания. И да, мне изначально показалось, после 1-2 сборок, что они мало чем отличаются. Вся вот эта вот симметричность, она здесь только упрощает работу. Но я пособирал дальше. Нужно сделать много сборок, прежде чем составлять мнение головоломки. И нашел здесь два вида псевдопаритетов. Один связан с симметричностью вот этого ребра на среднем слое, а другой связан с одинаковостью вот этих углов. Если они нам сейчас в сборке попадутся, будет интересно. Если нет, то я их смоделирую и объясню, откуда они берутся. Напомню, что обычный 3х3х5 сначала перемешивается по слоям, движениями на 180 градусов по вертикали. После чего уже перемешивается как 3х3. Потому что при вот таких поворотах мы уже не сможем разъединять вот эти слои. Ну и после как 3х3 перемешивать. Такой же совет и для 3х3х5 фишера. Для начала сравним по размеру. Он естественно ровно на два слоя выше, чем обычный кубик. А этот будет размером с обычный 3х3. Но есть некоторые отличия в расцветке. То есть у нас основные вот эти вот квадратные грани, они оранжевого и красного цветов. А белый находится где-то сбоку. Здесь же логотип Kevin Spuzzle. Но это ничем не мешает его собирать. Поэтому давайте сразу перемешаем. И посмотрим как это выглядит. Сначала аккуратно, не меняя форму. То есть вертикально вращаем только на 180 градусов. Количество элементов такое же, как в стандартном 3х3х5 кубическом. Вот так у нас как-то перемешалось. И теперь можно перемешивать как 3х3. И тут уже, конечно, форма становится интереснее. Вращается неплохо. Ничего не разлеталось. Все вроде бы стабильно. Но пока на скорость я его не собирал. Выглядит немного устрашающе перемешанный. То есть можно получить вот такую грань. И где-то в глубине центр. Сейчас как-нибудь его повеселее сделаем. Ну, я думаю, достаточно весело. Так вот будет. Вот такой вот красивый кубок. Пока положим в сторону. И попробуем его собрать. Первым делом нужно собрать средний слой. Вот эти вот двухцветные элементы. Центры. Их можно развернуть. Ну, оранжевый и красный. Это у нас верхний и нижний будут. Причем не важно какой и где. Как вам нравится. Главное сейчас соберем боковые. Их для начала развернем. В нужном порядке. Хотя можно и объединять вместе с элементами. А потом уже поворачивать. Так. И вот так. То есть желтый с желтым. Синий с синим. Белый с белым. И зеленый с зеленым. Если видно, тут пока. Зеленый. И вот там он внутри. Зелененький тоже. Ну и между ними нужно поставить ребра соответствующих цветов. Как их здесь найти? Ну, они выделяются. То есть вот. Какие-то обычные. А вот поперек стоит. Зеленые. Ну и нужно поставить его между двумя зелеными центрами. Ну, можно по-разному. Можно вот так. Раз. Раз. Два. Два. Там пиф-пафами. Как угодно. С ледж-хэмерами. Любыми четырехходовками можно поставить вот сюда. Зеленый есть. Ищем дальше. С этой стороны не видно. Посмотрим с другой. Ну, вот какой-то вот синий. Его поставим между синими элементами. Давайте по-разному будем ставить. Можно вот эту сторону поднять. Сюда ставить. И опустить. Появился здесь белый. Можем его делать. Эр штрих. Эф. Эф. Эф штрих. Вот у нас уже вырисовывается средний слой. И не хватает желтого. Желтый здесь. Поставим его так же. Средний слой готов. Дальше нужно кубоиду вернуть форму. Форму параллепипеда. Мы видим, что здесь три ребра правильно ориентированы. А с другой стороны четыре ребра неправильно ориентированы. По идее, на кубоиде три на три на пять такая ситуация невозможна. Потому что здесь правильная ойл-ситуация для креста. А здесь неправильная. Давайте мы здесь крест починим. Каким образом? А пока никаким. Давайте здесь немножко подправим. Чтобы здесь были правильно ориентированы ребра. Я сделаю алгоритм палка. Чтобы здесь появились ребра. Вот два правильных ребра. И давайте одно из них заберем на эту грани. Пока не важен цвет. Главное форма. Развернем средний слой. Подставим сюда правильное ребро. И сюда поднимем. Вот получилось четыре правильных ребра. Можно было сделать так. Либо как на фишер-кубике развернуть вот это среднее ребро. Давайте посмотрим что случилось на другой грани. Здесь теперь одно правильно ориентированное ребро. Так не бывает. Это псевдо-паритет. И нужно вот это ребро развернуть. Ну вот ребро с логотипом легко использовать. К примеру можно его поднять. Оно стояло правильно. А теперь его развернуть неправильно. любым способом его развернуть и у нас получается уже нужное количество правильно ориентированных ребер. Их тут два. Делаем алгоритм палка. И получаем крест. Ну такой же как на кубой D3 на 3 на 5. Возвращаем все что возвращается. Ну вот это похоже на рыбку кроме вот этого элемента. Леврио. Делаем слева. Так. И у нас развернулось все кроме одного угла. Разворачиваем что-нибудь здесь. Здесь кстати вот похожая ситуация на рыбку. Но кроме этого уголка тоже сделаем такую же левую. Так. И здесь также один уголок не развернут. Ну здесь ставим неправильное над неправильным. Опускаем вниз. Заменяем на что-то правильное. и возвращаем. либо можно было сделать наоборот чтобы неправильная грань оказалась сверху. Ну дальше решаем обычный ОЛЛ. В данном случае это восьмерка. F-штрих. Так. И вот у нас форма кубоида вернулась. Средний слой цел. Можно уже собирать по цветам. Ну давайте начнем наверное с красного креста. Можно и с оранжевого не так важно. Просто здесь красных элементов меньше и больше шансов собрать готовую пару снизу. Белый синий пока не совпал. То есть мы сейчас будем два ребра сразу перемещать вот на эту грань и собирать красный крест. Вот красный бело синий не совпало. а вот красный бело зеленый совпало с элементом второго слоя. И вот это можно две штуки сразу отправить на свое место. Вот под этим должно быть. Отводим в сторону разворачиваем подставляем сюда поднимаем наверх. И вот у нас три в ряд готовы. Смотрим дальше. вот красно зелено желтые вот так оно должно стоять. Отводим в сторону неважно в какую разворачиваем подставляем не один слой а сразу два и возвращаем. Вот нас еще три в ряд. Смотрим дальше. Красный белый синий не появилось. Не появилось. Значит поищем а оно кстати стоит на месте достаточно одного вот этого красненького то есть опускаем сюда сюда вот получилось ну все как в обычном 3 на 3 на 5 кубоиде и здесь нам не хватает среднего элемента оно должно быть сине желтое но развернутое не такое а вот такое и нужно его ставить вот сюда мы его отведем в сторону развернем и вставим только одно ребро сюда чтобы получилась вот такая пара ее потом наверх получили красный крест все хорошо собираем теперь углы углы они такие одноцветные на среднем флоре и двухцветные на крайне находим ну вот красный угол синий и вот два синих уголка здесь удобно то что углов одного цвета по две штуки гораздо проще найти вот этому цветному уголку пару нужно поставить куда вот сюда вот здесь вот цвета совпадают а мы должны сюда перевести на переднюю грань теперь держим углом кубоида к себе и делаем стандартный трицикл для кубоидов R2 U L2 U R2 U L2 U ну вращаем сразу два слоя и вот они два элемента встали вот сюда ищем еще вот красный уголок с зеленым цветом вот его компания здесь он должен стоять ну кстати можно его только один сюда отправить один зеленый здесь стоит да опять отсюда вот сюда R2 U L2 U R2 U L2 U все красиво вниз опустился красно-белый вот его компания стоять он должен здесь значит отсюда отправляем сюда R2 U L2 U R2 U L2 U и в конце желтые уголка так стоять им должны вот здесь делаем все то же самое и вот половинка кубой да уже собран не так уж сложно все вроде бы интуитивно переворачиваем и как на обычном 3 на 3 на 5 собираем сначала углы но здесь это чуть сложнее визуально находим свои одноцветные углы желтый синий вот эти стоят на местах и это хорошо теперь ну как я определил просто по среднему слою желтый и синий теперь нужно то же самое определить на верхнем слое точно такой ситуации у нас не получилось вот кажется что вот эти вот стоят на местах синий зеленый но это мы сравниваем вот с этим слоем а надо со средним синий зеленый все отставим зеленый совпадает и желтый совпадает и ставим их над совпадающими среднего слоя и отсюда делаем для двух слоев теперь для кубоидов r2 u r2 u r2 u r2 u r2 u r2 вниз доворачиваем опять сразу для двух слоев кажется что стало лучше оно и правда стало лучше хотя вот эти ребра выглядят пока хаотично но остается ребра переставить и здесь может возникнуть паритет на вот этом втором слое верх должен собраться легко как мы будем ребра переставлять но есть опять трицикл который это переставляет из обычных кубоидов к примеру отсюда сюда отсюда сюда и отсюда сюда вот это ребра у нас правильное значит пусть стоит на месте на втором слое все тут не так красиво давайте посмотрим если мы сделаем такую же перестановку вот это пойдет сюда это пойдет сюда а это пойдет сюда два ребра встанут на месте и мы получим паритет а это неплохо давайте делать значит сначала f2 дальше средний слой d правый слой d штрих средний слой d правый слой d штрих можно делать по отдельности для каждого слоя это будет дольше в итоге верхний слой собрался а на втором два уголка вернее два ребра надо переставить но такой ситуации нету даже и на фишер кубике я сначала подумал как же так как так вышло попробовал алгоритм для псевдо паритета который переставляет два ребра на кубоиде 3х3х5 но так как ребра не одинаковые здесь углы одинаковые то получилось только хуже я даже сделал вот с такого положения паритет для кубика 5х5 реберный но да тут все собралось но края перемешались ну я начал думать почему же так происходит и вполне стало очевидно что причины одинаковые углы да и вот этот угол и вот этот угол они одноцветные и одинаковые и их если поменять местами то ситуация разрешится каким образом я переверну и вот этот угол поставлю вот сюда и снизу два других местами поменяются так как это трицикл возьму отсюда и только для среднего слоя делаю алгоритм переставляющий углы этот сюда этот там куда-то и тот сюда два переставится а для этого слоя ничего не поменяется так как уголки одинаковые делаем R2 U' только средним слоем L2 U опять только средним слоем R2 U' U' средним слоем ну вторым L2 U также и здесь как видите ничего не поменялось но смотрим сюда здесь довернем верхний слой также собран на нижнем переставились вот эти два угла местами но их надо поменять для этого мы сделаем T-Perm который нам переставит два угла и два ребра и паритет наш пропадет ну по факту это псевдо паритет так как мы меняем углы местами а значит делаем T-Perm для второго слоя вот эти углы правильные делаем R2 U R2 U R2 U и тут же тоже средний слой D R2 U R2 U R2 низ доворачиваем смотрим что получилось уголки все стоят на местах ну а ребра надо переставить но не все четыре почему-то сдвинулись ну так тоже бывает посмотрим это нужно сюда это сюда и кстати можно попробовать H-Perm сделать ну или тот же трицикл который я делаю дважды давайте сделаем трицикл чтобы не усугублять восприятие так что вышло вот этот угол вернее ребро на месте а эти нужно переставить ну если мы будем делать этот же алгоритм зеркально у нас будет переставляться в другие в другом направлении но придется развернуть но можно не разворачивать кубоют а сделать сначала F2 и потом пропустив M2 сразу вращать нижний слой тогда ребра пойдут в обратном направлении но нам сейчас нужно чтобы это пошло сюда стандартной против часовой стрелки поэтому его классически и сделаем так и вот все готово в итоге меня порадовал этот кубоют в начале показалось когда паритеты не выпадали что он прост и даже проще чем классический 3х3х5 но собрав его несколько раз я нашел все эти интересные ситуации и стало гораздо приятнее стоит недешево но я его купил себе в награду за определенные достижения куплен он вместе с кубоидом 4х4х5 от того же производителя этот я пока не перемешивал отложил его на потом был у меня также на выбор кубоид 4х4х6 фишер но я не стал его брать так как после него наверное было бы неинтересно собирать 3х3х5 фишер поэтому фишер 3х3х5 кубоид сейчас вы увидели я его пособирал и это теперь отличный экспонат моей коллекции головоломка не новая но вращается неплохо и вполне приятно а на этом все всем спасибо всем пока пока Продолжение следует...